Добрый вечер! Сегодня будет разговор о бессмысленном и беспощадном русском бунте длиной в полтора часа. Но об этом поговорим с персоной Грата, а начинаем с пролога. Эти слова – режиссерский взгляд на события 18 века. Пугачевский бунт. Казалось бы, но что еще добавить к фигуре Емельяна Пугачева? А нет, история, описанная Пушкиным, находит выходы на лучшие сцены страны. Вот о Барловской версии будем говорить сегодня. У нас в гостях художественный руководитель театра «Свободное пространство» Александр Михайлов. Приветствую вас. Добрый день. Спасибо, что пришли. «Капитанская дочка» – так называется повесть Пушкина, и так называется спектакль, который уже совсем на финише, в пятницу пройдет премьера. Вот пометуя известную фразу о том, что с Пушкиным не надо церемониться, за баки его хватайте, я должна вас спросить, как вы поступили с автором, насколько это вообще Пушкин получается? Сложный вопрос. Ну, конечно, когда работаешь, все время как-то себя соотносишь, да, и думаешь, как автор на это бы посмотрел. Не хочется огорчать и разочаровывать великих людей, великих авторов, но в то же время нужна самостоятельность, нужна свобода. И поэтому, ну, в какой-то момент я вот, ну, как бы, как мне кажется, внутренне все-таки освободился и решил, что я, ну, давайте я все-таки попробую сделать так, как сегодня, мне кажется, это интересно и правильно. Ну, вы на кого вообще ставите? Вы имеете в виду для кого? Для кого? Ну, понятно, что школьники ходят, да? Ну, понятно, да, нет, я так никогда не, как бы, ну, не ориентируюсь на какую-то там конкретную группу зрителей. Разве она не диктует специфические какие-то приемы свои, средства в родине? Нет, ну, конечно, когда ставишь для детей, там есть определенные, так сказать, моменты, но я надеюсь, что все-таки это придет человек, который интересуется театром. И понятно, что надо учитывать, что все же знают, что такое капитанская дочка, это же не какая-то новая история. Все читали в детстве, но если приходит школьник, все-таки он должен знакомиться с вот этой классической версией хрестоматийной? Обязательно. Потому что у вас, я знаю, постановка новаторская. Но он обязательно, куда он денется? Он познакомится с ней. Конечно, я учитываю, что это очень известная вещь. И именно поэтому информация должна строиться на разнице того, что человек знает, и то, что он увидит. И чем больше эта разница, тем, в принципе, больше информации. Потому что если он уже готов посмотреть на знакомых героев, которых он себе представил, вот он их такими представлял, вот он их такими и увидел. Мне кажется, разница будет колоссальная, потому что вы осовремениваете пьесу, осовремениваете своих героев. Ну, вы знаете как, тут, с одной стороны, это ведь общее направление движения мирового театра. Ну, вот такой как бы общий мейнстрим главный. И противостоять ему, ну, на мой взгляд, нет смысла. Потому что нужно идти либо впереди мейнстрима и открывать что-то новое, либо вместе с ним. Отставать как бы не нужно. Понимаю вас. Давайте посмотрим, как вы это делаете. Сцена дуэли главного героя Петра Гринёва и швабрина его антипода. Внимание на экран. Сцена дуэли главного героя Петра Гринёва и швабрина. Вообще повесть написана в форме семейных хроник, да, ведётся рассказ от лица Петра Гринёва. Здесь вы сохраняете этот приём или свой нашли? Нет, это другой. У нас ход другой. Театральный. Это допрос. Допрос, на котором Гринёв рассказывает, что с ним случилось. Отвечает на обвинение, которое ему предъявляет следствие, поскольку он находился в связи, в контакте с Пугачёвым. И по ходу вспоминает всю свою историю. Вот мы не застали, к сожалению, а может быть, к счастью, на репетиции самого Пугачёва, поскольку... Не всё же раскрывать сразу, да. Дело ещё в том, что по Пушкину, в принципе-то, повесть не о Маше Мироновой, не о Петре Гринёве, а вот центральный персонаж как раз... Это критики говорили о том, что центральный персонаж повести – это как раз Емельян Пугачёв. Вот писали о том, что, в частности, в Сеу Цветаевой, вы говорили, что опирались на него. Емельян Пугачёв, получается, несмотря на то, что изверг, злодей и кровь неповинных людей на нём лежит, но это герой, который любит, который искренний, который может прощать и так далее. Вы с этим согласны? Как вы воспринимаете? Ну, конечно, это очень интересная и очень сложная фигура и очень привлекательная. Это очень яркий человек, бунтарь, защитник народных интересов и в то же время экстремист. И фигура вот этого революционера, ну, вообще революционера, да, она как бы очень значима и для России, и для всего XX века. И мы знаем, что это очень противоречивая фигура. И Пушкин её так, в общем, его так рассматривал объективно. Это в «Капитанской дочке». Вы знаете, что до того была другая история. Вы имеете в виду историю Пугачёвского бунта? Ну, конечно, но это же хроника, это как бы историческое исследование, да, и он, если бы, ну, ему было бы достаточно как бы вот того, что там было написано, он бы, наверное, и не писал «Капитанскую дочку». Но там вот две большие разницы. В исторической вот этой хронике Пугачёв действительно злодей и убийца. У Пушкина он более человечен, совсем другой образ. И говорят, что Пушкин писал «Капитанскую дочку» для себя, чтобы вот какими-то маленькими деталями оправдать этого злодея. Да, он добился, чтобы ему дали возможность ознакомиться с этими материалами, а потом написал повесть, в которой он его поднял на, в общем, очень большую нравственную высоту. И как к нему относитесь? Так же, как в «Капитанской дочке» Пушкина? Или так же, как в истории Пугачёвского бунта? Я думаю, нет, я отношусь к нему с учётом того, что такое вообще фигура революционера и бунтаря вот в 20 веке. Это трагическая фигура, вы понимаете? Здесь нельзя сказать, что он там положительный или он отрицательный. Это все бунтари, все революционеры с движимые, в общем-то, очень благородными и прекрасными мотивами, они проходят или проводят страну и людей через какие-то немыслимые совершенно потрясения. И в этом трагизм существования человека. Вот так мы устроены. Я и пытаюсь смотреть на это как бы объективно, не оправдывая его. Не берёте на себя ответственность. Нет, не то, что я не беру на себя. Я беру на себя ответственность, понимая, что вот судьба этих людей трагична. Предлагаю ещё посмотреть один кусочек и продолжим тогда уже по режиссёрским приёмам. Я вас об этом ещё раз прошу. Я обращался к Ивану Гнадьевичу, но он оказался. А секунданты нам совсем ни к чему. Начнём? Расходите! Расходите с ней! Господа офицеры! Вас требует к себе, господин-трекутант крепости. Болтун! 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 Шарап, берем, боже! Боже мой, да на что же это похоже, а? В нашей крепости заводить сперта убийства! Иван Кузьмичев, ну-ка, сейчас их под замок. Можно было оценить сценографию. Поясните, пожалуйста, по костюмам. Вот камуфляж и всё мужское население этого спектакля, оно одето именно так. Ведь это немножечко другая символика. Куда-то вот на Кавказ уводят. Почему так решили? Да почему Кавказ? Мы в этих армейских одеждах находимся, по-моему, два века, понимаете? Никак их не снимем в России. Опять же, вот такая параллель с современностью. Да нет, это не то, что параллель, понимаете? Это просто как бы перенесено в сегодняшнее время. Но тут даже про параллель-то трудно говорить. А чем это продиктовано? Вот Пушкин в своё время, да, он с этой историей был как пророк, потому что потом были революции многочисленные. Сейчас вы тоже, как художник, ощущаете какую-то опасность того, что зреет бунт народу? Ну, он не то, что пророк, он же просто, ну как, он написал о том, что было за 30 лет до него, да, и потом это повторялось, повторялось, повторялось на протяжении двух столетий. Да, и в других масштабах. И что, мы сейчас вот, мы можем сказать, что мы как бы гарантированы от того, что у нас это не произойдёт? Я не могу дать такой гарантии. Я чувствую эту опасность, конечно. У нас возникает то в одном месте, то в другом конфликт. И не дай бог, чтобы у нас действительно это дошло до такого противостояния, когда люди возьмутся за оружие, понимаете? Повесть всё-таки это не драматическое произведение. Минимум диалогов, много описания, много вот этой широты степной, где, опять же, многочисленные действия. Как вам удалось весь этот объём ужать до полутора, да, часов, наверное? Полутора часов, да. Ну, как удалось? Ну, во-первых, мы выбирали, я выбирал самые основные события, которые тематически вот раскрывают. Ну, и старался так строить, чтобы вот всё то, что входит в описание, как бы, да, чтобы оно было передано действительно театральными средствами, через музыку, через сценографию, через атмосферу, через ритм. Что касается текста, Пушкин будет звучать? Пушкин, конечно, да, конечно. Пушкин в военной форме, в современной. Ну, вы понимаете как? Вы же помните, наверное, его замечания о драматическом театре, да, где он пишет, что... Его времени. Его, его замечания Пушкина, да. О театре своего времени. О театре своего времени, да. Что он должен быть зеркалом, а он является увеличительным стеклом. Нет, другой момент, да, что он говорит, если вы возьмёте Шекспира, Корнеля, Рассина, и они пишут об исторических каких-то произведениях, то там никакой исторической правды нет, потому что римляне говорят как английские, значит, джентльмены, одеты они как солдаты своего времени и так далее. Но он опять же сказал, если вы ставите Пушкина, то будьте добры, Корнеля, почитайте перед этим. Ну, мы же, во-первых, не Пушкина всё-таки ставим, да, ну, то есть мы работаем по мотивам повести. Повесть – это повесть. Если её читать, ну, ты её и читаешь, мы же её как бы на неё не покушаемся. Мы даём драматическую версию, а драматическая версия, она имеет свои законы. И Пушкин это очень хорошо знал и понимал. Вот он пишет, что правдоподобие не заключается в соответствии места и времени, да. Оно в истине страстей, в первую очередь. И в первую, и в последнюю, потому что другого как бы нет. И вот этой истине страстей ничто не должно мешать. Поэтому я и, в общем, не думаю, что сегодня необходимо для того, чтобы высказаться по поводу того, что происходит с людьми сегодня, одевать их в камзолы XVIII века. Есть герои, как, например, Гринёв, Швабрин, Маша Миронова, у которых были прототипы, когда писал Пушкин. Есть Пугачёв, который реальное историческое лицо. Вот с другими понятно, как их можно переодевать, вкладывать, может быть, даже дополнительные, несвойственные тому времени фразы и так далее. Вот с Пугачёвым как? Как можно историческое лицо осовременить, перенести в наше время? Можно ли так поступать вообще? Ну, вы понимаете, когда мы ставим пьесу Шекспира, да, и будет там какой-то Тимон Афинский, можно его переодевать? Никаких вопросов не возникает, да? Переодевают как угодно. Ставят Кориолана, можно, можно. Юлий Цезарь, ну, любую, как бы, да? Почему такие вопросы возникают по поводу Пугачёва? Мы же не ставим, как бы, вы понимаете, если бы это был исторический сериал, это, ну, как бы, свои законы, да? Ну, вот действительно, мы пытаемся максимально точно воспроизвести то, что было тогда. В данном случае это сценическая версия, и Пугачёв – это, ну, это как бы образ, вот только образ. И к тому Пугачёву, который был тогда, он имеет такое же отношение, как и к Стеньке Разину, и к, там, я не знаю, к Ленину, и к Троцкому, и к Чигеваре, и к Басаеву, и так далее, и ко всем бунтарям, которые были на протяжении очень большого времени. И за ним должны вставать ассоциации гораздо более широкие, чем только вот одна историческая фигура Емельяна Пугачёва. Ну, хорошо, будем ждать страстей. Это будет пятница, вечер, Театр «Свободное пространство». Спасибо вам за интервью. Мы говорили с художественным руководителем Театра «Свободное пространство» Александром Михайловым. Театр «Свободное пространство»